Девушки отдыхают 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 Может быть, наши попытки вообще не лишние? Может быть, в самом деле стоит прекратить нашу работу? Простите, вы не дали закончить мне фразу. Я говорю, что в этой стране невозможно работать с обыкновенными методами. Имейте в виду, что на этом деле вы можете сделать карьеру. Слушаюсь, господин полковник. Или закончить. Итак, делу. Мне нужен профессор Богодюгов. Что у вас есть? Мало. Чертежи его отданы на хранение в сейф. В служебном окружении Боголюбова я не вижу подходящей кандидатуры. А мой корреспондентский билет открывает мне двери в ложе съездов и фестивалей на трибуну площадей. Наня в частные дома. Я живу за барьером. Что у вас есть? Что у вас есть? Негодится. Негодится. Почему с собакой? Он увлечен дрессировкой собак и намерен отправить их к брату на границу. Об этом надо будет подумать. Кто достал вам эти фотографии? Новый человек. Кратский. Его прошлое у меня в кармане. Он знаком с дочерью профессора по консерватории. Но он, кажется, не очень нравится отцу. Пока Любов уезжает на дачу, врачи запрещили ему работу. Это не важно. Такие люди работают везде и в любое время. Так вы говорите, она учится в консерватории. Ты что не спишь, полуношница? Подожди, мама. Ну вот, спасибо тебе, выскочила из головы. Надюша, спать пора. Вспомнилась. Ты что не спишь, полуношница? Вы словом уговорились. Не даете мне спать, да и только. Вот почему ты не спишь? Почему ты не спишь? Вот думаю, все. Опять думаешь? Тебе что в Кремле сказали? До осени никакой работы. И не смеешь не слушаться. Правильно, я работаю. Я же и не работаю. Замечательно. Вы что не спите, полуношники? Это еще что такое? Ну вот и доигралось. Ты что не спишь? Я сплю. Ну вот и до сих пор, да и до сих пор, да и до сих пор. И до сих пор не проводилось. Есть основания полагать, что первые две неудачи не обескуражили этих господ. Да, компания отчаянная. Эти господа способны на все и в любое время. Это дело поручается тебе, товарищ Михайлов. Есть, товарищ майор. На днях профессор Боголюбов переезжает на дачу. Что ты думаешь делать? Пойду в отпуск, товарищ майор. Сычка. Полагаю, что придется поселиться рядом с дачей товарища Боголюбова. Правильное решение. А теперь пойдемте спать, товарищи. На дачу, на дачу. Папа коня едет на дачу. Да, Витенька, сегодня переезжаем на дачу. Собирайся быстро по-военному. А я сейчас утра готова, только костку упакую. Да? Говорит майор Петров. Привет. Да, товарищ Михайлов, обязательно сегодня. Витяку? Ну, если хотите, возьмите Витяку. Да, пожалуй, это лучше будет. Есть, товарищ майор. Немедленно еду. Зачем надулся, Витенька? Зача, он звонит, когда у нас дача. А он звонит, что есть билет в цирк. Цирк, у нас и дача. Зачем надулся, Витяку? Хорошо. Вы не разменяете? Разменяю. Будьте любят. Благодарю вас. Продолжение следует... КОНЕЦ 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 Ты что такой мрачный, Толя? Да так, что настроение не важно. Настроение? А ты приезжай завтра к нам на дате. Я новую веселье читал. Послужишь? Обязательно приеду. Ну-нибудь! КОНЕЦ 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 Это самое интересное для меня! Замечательно! Ай! 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 КОНЕЦ 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 Вам письмо! Вам письмо! Я люблю тебя и твоих собачек. Они очень умные. Лида. Это ты, Лида? Нет, я Лида. Ах, Литенька. Рассмотреть. Хоп, хоп. Али. Ух, здорово! Ты понимаешь, мама, я обязательно должен с ним познакомиться. Я должен его расспросить. ГУЛИЙ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Позвольте, пока один стакан чая с лимоном. Будете ждать, Настя. Пойдет один стакан чая с лимоном. Получается. Повторяйте, товарищ Чистецкий. Откуда вы знаете мою фамилию? Я вообще вас знаю. Откуда? Это не важно для нашего с вами разговора. Вы меня извините, гражданин, но право мне не о чем. С вами разговариваем. У вас скверная память, Синтитский. Возможно. Обед сбудет? Пойдем. Забыли нашу встречу на даче. На какой даче? Вот мы расскажем, бывшего общественного деятеля. Здравствуйте. Пожалуйста. Какого общественного деятеля? Я говорю про того общественного деятеля, который был расстрелян по первому брукту. Позвольте, но вы были как-то обоенными. Это не важно, кем я был. Мой номер четыре бит. Спасибо. Поплотите сейчас, только спокойно. Значит, я поступаю в ваше распоряжение? Вот это вот мужской разговор. Именно в мое распоряжение. Нас интересует профессор Боголюбов. А у вас явные отношения с его дочкой. У вас 15-70. Что конкретно мне поручается? У нас 5-75, в рубле есть адрес. Я что вас завтра здесь брак. Пожалуйста. Здравствуйте. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Это здорово. Талантливо. А что здесь в этом месте есть? Прости, милая. Здесь жестче. Вот слушай. Нет, это совсем не то. Да, это действительно не то. А ну-ка, сыграй еще раз. Если тебе нравится. Я запишу. Очень хорошо. Получается, замечательно. Получается, замечательно. А ну-ка, сыграй еще раз. А ну-ка, сыграй еще раз. А ну-ка, сыграй еще раз. Правильно. Правильно. Операцию надо проделать в сагоградных условиях. Именно на даче. Не, давайте беспокойся. Виноват. Секундочку. Салатик будет с футболом. Какое впечатление произвел на вас Свинтийский? Очаровательный молодой человек. Только не опытный, а горячий. Горячий? Очень хорошо. И потом он болезненно самолюбив. Самолюбив? Очень хорошо. Прибавьте ему жалования. Я просил бы дать мне еще одного оптимого помощника. Он уже параллельно работает, номер 12. В твоем роде знаменит? Знаю, дрессировщик работает у нас с 1914 года. Потом имейте в виду, на этом деле вы можете сделать себе карьеру. Угу. Или закончить ее. Понимаю. Пожалуйста, торопитесь. Адаминус. И смотрите, не пережарьте большинство. Райк, пойди ко мне. Пойди сюда. Райк, отпор. Райк, райк! Райк, райк! Это что такое? Не сметь, брат, жизнь и утюжить! Не сметь! Ай-яй-яй, молодой человек, нехорошо Очень нехорошо так обращаться с животными Красный галстук носишь, будь готов и прочие А так нехорошо обращаешься с животными Эх ты Вы понимаете, это собака из школьного питомника Мы должны их подготовить для несения дозорной службы Это все верно, только вот бить собаку не следует Она не имеет права есть пищу, полученную из чужих рук Это не полагается к усталу Да очень хорошо, только ведь надо лаской Лаской ведь больше сделаешь Чарли Чарли Эрд, эрд, эрд Ну что это за собака? Кому такая шинтифлюшка нужна? Что? Ой, Чарли, шинтифлюшка Смотри, Чарли Оп, 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 оп Али, али, оп Так, али, оп, оп Еще, 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 еще А, файл, альфи Али, 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 ох, вот, вот молодой человек Лет все одной лаской А мой Чарли С самых юных лет и до почтенного возраста В котором он сейчас находится Даже не подозревал, что на свете существует такое страшное чувство, как боль А ты ремнем Ай, как стыдно Ну, вы понимаете Я понимаю, я все понимаю Райт Осторожно, он чужих кусает Он злых кусает Пойди сюда, Райт Пойди сюда, хороший Пойди сюда А ну, догоню, догоню, догоню Пойди сюда, Сависка, догоню Попа, Попа, смотри, какая рыба Не кричи, ведь и к рыбе испугаешь Добрый день Здравствуйте Ну, как рыбочку клюет? Витенька, тихо Откуда вы, значит, твоя Витенька? Я полноса вижу Мы мешаем, пойдем Тихо, тихо Ну, смотри Сиди, сынок, учись Самое милое на свете дело Ух ты А почему вы еще одну не вытащите? Ты же обещал тихо сидеть, Витька Да, тихо Папа Коля, а кто это в лодке? Да не знаю, Витенька Ляг, Райт Ляг, Райт Умри, Райт Да умри, родненький Умри Дядя Вася Здравствуйте, дядя Вася Здравствуй, здравствуй Ну, как дела? Дела-то хорошо Да вот Райт ничего не понимает Да что ты? И то он сдвинулся с мертвой точки А, вот мы сейчас проверим Пойдем Ну, пойдем Ну, Райтик Ну, Райтик Ничего, ничего На чужих можно Это по уставу полагается А ты же говорил, что туалет не любит А я и забыл Вы извините меня Но здесь территория нашей дачи И посторонней Простите, пожалуйста Я не знал Ты посиди минутку Я сейчас приду Он на дате диссирует собаку Хорошо, можете идти Есть Понимаете, очень уж неудобно скрывать наш отзыв Мне ведь отец такой не дает Покажи, да покажи мне собак Ну, как я такого покажу не образованного А ты бы сказал, что еще рано Что, на днях покажешь? Я ему говорила, что на днях Отец скоро приедет Как? А разве его нет дома? Никого все уехали Что же ты мне раньше не сказал? А что, что? А мы бы успели Мы бы подготовили А что теперь делать? Идем на дачу Ты мне дашь кусочек мяса И может быть... Пошли! Что это? Идемте, дядя Вася Я вас познакомлю с мамой, с папой, с Надюшей Идемте Нет, я с удовольствием Видишь, я одет как-то Да что вы, дядя Вася Они будут очень рады, уверяю вас Идемте Да, постой А где Чарли? Андрейка Андрейка Видите, ядрюшка А я... Я Чарли Где вы Чарли? Когда вы ищете, приходите Я жду вас, дядя Вася Продолжение следует... Продолжение следует... Ах, вот это кто! Ну, здравствуй, Витенька. Здравствуйте. Ты опять? Витка, ты чего забрался в чужую машину? А ну, вылезай быстро в военную. Давай-давай. Здравствуйте. Здравствуйте, Братцовый отец. Что вы здесь делаете? Где, здесь? Нет. У меня отпуск, а наша дача рядом. Вы знаете, вы очень часто оставляете Витку одного, это нехорошо. Я, предназто, даже подумала, что вы его подарили кому-нибудь на память. Ну, что вы, ведь я же образцовый отец. Даже образцовый показательный. Я не понимаю, как можно так относиться к ребенку. Ну, хорошо вы, но что смотрит мать? День, когда родился Витка, его мать умерла. Простите. Я, конечно, зря заделась в разговорах, но я не знала. Я вообще о вас ничего не знаю. Я обыкновенный советский гражданин. Надюша! Простите, меня зовут. До свидания. До свидания. Пошли. Надя, что это за человек? Обыкновенный гражданин. А ты его хорошо знаешь? Не очень. Надо быть осторожнее в знакомствах, Надюша. Ты же знаешь, кто твой отец, и ты должна быть особенно бдительной. Я всегда помню об этом, Толя. Мне непонятно твоя беспокойство. Да я знаю, что ты помнишь. Но я считаю своим долгом всегда напоминать тебе об этом. Я очень люблю тебя и твою семью. Хотя Никита Демидович, мне кажется, не совсем ко мне хорошо относится. Вот это тебе действительно только кажется. Ты знаешь, его мысли заняты сейчас очень серьезными вещами. Какими? А ведь я только что сказала, что не нужен быть болтнен. А, верно. А кроме того, Толя, мой отец очень доверяет мне и никогда не вмешивается в мои личные дела. Вот твои личные дела меня больше всего и волнуют. Надюша! Купаться! Пойдем, Толя, нас зовут. Жалко. А мне так хорошо с тобой. И нет. Скоро вы там в капусте догоняете? Надюша! Догоняю! Анатолий, ты почему не купаешься? Не хочется. Я тебя очень прошу. Не могу, понимаешь? Не могу. Меня горло болит. Спасибо. Анатолий, ты почему не купишь? Продолжение следует... Да так, понимаете, простудился, что-то горно болит. Скажите, это вашей конструкции? Да, моей. Красавица. Ничего. А что, разве у нее скверный летный кат? Нет, не скверный, но бывает лучше. Мы ведь должны и будем летать выше, дальше и быстрее всех. Никита Демидович, вот скажите, вы бы могли построить самолет, который бы летал со скоростью, ну, допустим, тысячу километров в час? О, мы можем построить самолет, который будет летать очень много километров в час. Знаете, такой длинный-длинный, без крыльев, похожий на снаряд. А почему не строить? Видите ли, у него посадочная скорость пока что равняется... Один из них у него очень большая посадочная скорость, и вот он у меня ни взлететь, ни сесть пока еще не может. Вот, что меня сейчас беспокоит. А-а-а! Стало быть, это только мечта. Мечта? Виноват. А завоевание Северного полюса, что по-вашему, тоже мечта? А перелет Громова, Чкалова, Хокинаки? Сами вы, извините за выражение, мечта. Никита Демидович. Соля! Не хотел купаться? Не хотел? Соля, тебе! Соли, смотри! Скорей, скорей! Вот так, хорошо! Вот! Соля, ты что-то уронил? Да ерунда! Простая бумажка. Ой, врешь! Из-за простой бумажки так не волнуйся. Отдай! Слышишь, отдай! Не отдам! Отдай! Слышишь, отдай! Не отдам! Если ты мне сейчас не отдашь записку... Почему ты так волнула? С чего ты взяла, что я волнула? Ты не хотел купаться, у тебя ведь горло болит. А из-за простой бумажки... Ерунда! Что в этой записке, Анатолий? На, возьми. Если тебя волнует. Что-то было нарисовано. Все смыслось. Странно. Как же это так неосторожно получилось? Надюша. Мне не нравится эта история. Ну, какая история? Просто я думал... Что ты думал? Я думал... Ты понимаешь, что это записка от одной женщины. Я не говорю о записке. Мне не нравится твое волнение. Честное слово, это простая ерундовая бумажка. Я не знаю, какому честному слову верить. Тогда у цирка или сейчас. Алло, Светицкий. У вас прекрасный вид. Завяжите туфель, у вас шнурки болтают. Ну, я надеюсь, у вас все в порядке? У меня все в порядке. Поздравляю вас, Светицкий. У вас блестящая карьера. Эта карьера может внезапно оборваться. И знаете, с таким сухим металлическим треском. Меня волнует ваша нервозность. Может, вы сделали, боже упаси, какой-нибудь рискованный ход? Да нет. Мне не нравится ваш вид. Ночью ждите меня сегодня. Нам нужны деньги? Нет. Я могу питаться запахом пиалок. Держите. Здорово, Андрейка. Здорово, Андрейка, молодец. Голос. Подай голос. А ну-ка мне. Ну-ка мне. Очень хорошо. Сядь. Сядь. Сядь, Райк. Дай лапку. Дай другую. Подай голос. Молодцы, Андрей. Вот мы каких красавцев полет в подарок отправим. Папа, теперь поздоровывайся с ними. Скажи им, что будем знакомы. А как ее зовут? Этот жали, а того Райк. Очень хорошо. Сидеть. Пожалуйста, ручку. Пожалуйста, ручку. Взяли. Пожалуйста, ручку. Ха-ха-ха. Очень хорошо. Очень хорошо. Райк. Ну, очень приятно, Райк. Ну, дай мне лапочку. Дай лапочку. Ну, дай. Ну, дай лапочку. Дай лапочку. О, чудный, Солбаска. Чудный, Райк. Чудный. Очень хорошо. Ну-ка дай ей косточку. Взяли. Стой сюда. Хороши? И этих собак ты готовишь в подарок, Алёша? Да. Хороши? Ужасные собаки. Это не собаки, а какие-то фентифлюшки. Да ведь я их новым методом воспитала. Только лаской. Лаской? Лаской. Служебная собака должна быть прежде всего злобной и недоверчивой. А это... А, Никита, ты что моего собачника обижаешь? Андрюша, поди сюда. Андрюшенька, я не хотел тебя обидеть, но граница ведь это же не цирк и не игрушка. Как же ты, пионера, не понимаешь? Разве такие собаки Алёше нужны? Андрюша, милый. Наши враги стараются использовать каждую щелочку на нашей границе, чтобы перебросить к нам сюда диверсантов, шпионов и прочую, извини за выражение, мерзость. Эти негодяи стараются всеми силами выкрасть наши военные тайны, ванны заводов, чертежи и вот долг каждого честного советского гражданина. Значит, вот твой, мой, Надюшин, мамин заключается в том, чтобы помочь выловить этих бандитов, чтобы они не мешали нам строить нашу замечательную жизнь. Понял? Ой, мой, папочка. Ну, а теперь иди переучивай. Добрый вечер. Здравствуйте. Надюш, мне нужно очень серьезно с тобой поговорить. Хорошо. Это старая история, Надюша. Но я должен был встретиться с этой женщиной. Понимаешь, должен. Чтобы навсегда покончить. Я всегда говорил тебе правду. И сейчас говорю, что я люблю только тебя одну. Я очень виноват, Надюша. Ты недостойна лжи. Но я боялся, что тебе будет больно, если я скажу правду. Но вот так-то, видишь, еще больней. Но это никогда не повторится. Ну, прости, Надюша, прости. Уйди, Анатолий. Мне нужно побыть одной. Хорошо. Я ухожу, Надюша. И не приду, пока сама не позовешь. Субтитры сделал DimaTorzok. Что ты здесь делаешь? Ты же знаешь, что кроме отца и меня сюда никто не имеет права входить. Как ты попался, Анатолий? Ты извини меня, но я не мог так уйти. Ты зашел сюда, чтобы написать тебе, может быть, последнее письмо. А-а-а, вот оно что. Ты, кажется, меня в чем-то подозреваешь. Что ж, правильно, очень хорошо. В наше время никому верить нельзя. Ни другу, ни брату, ни отцу. Отцу? Да-да, и отцу. А что ж, мало ли инженеров оказались врагами народа. Ты! Мы еще вернемся к этому разговору. А сейчас уходи. Мы еще вернемся к этому разговору. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот так берут такую бутылку. Понятно? Понятно, понятно. Уймитесь, волния страны, Засли безнадежное сердце. Что за человек какой-то непутевый? Что вам некогда куда-то спешить и торопить? Что ночью в поле один? Почему? Опоздал на поезд, вот и пришлось идти пешком. Хотел был остаться ночевать в городе, если Витька утром проснется, увидит, что меня не отопили. Ходите, я вас завезу. Благодарю. Что за музыка? Сомнений, Глинки. Хорошая вещь. Что это вы такая грустная, а? Да вот, сомнения всякие. А какие сомнения? Не секрет? Конечно, секрет. Почему, конечно? А потому что секрет. Мне вот один человек сказал, Время теперь такое, что никому верить нельзя. Советский гражданинство? Советский. Бывает. Паспорт советский, гражданство СССР, а все-таки... Значит, этот человек сказал неправду. А как вы сами думаете? Это у нас-то некому верить. Наша партия. А вы сами, ваша семья, наши колхозники, наши красные армии, от 170 миллионов советских горячих патриотов, это у нас-то некому верить. Другое дело, что людей нужно проверять, внимательно и зорко проверять, чтобы ни под какой маской не спрятался рак. Да. Так вы с этими сомнениями ездите? Нет, с другими. Я ведь в консерватории учусь. Может быть, композитором буду. Так вот у меня по этой линии всякие. А я вам советую никогда с собой не разрешать никаких сомнений. Обратитесь к какому-нибудь профессору, он вам и поможет их разрешить. Эти сомнения профессор не разрешит. Вы думаете? А вы попробуйте. В каждой области есть специалисты. Тем более, в вашей музыкальной. Вы меня извините, товарищ. Но здесь близко уже, вы дойдёте. Я вспомнила, у меня очень важное дело в городе. Хорошо. До свидания. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Пожалуйста, третий этаж направо. Ну как, он отдельно? Да. Соседи на даче. Ну очень хорошо. Вы пойдите домой, почитайте газетку. Я через полчаса вернусь. Я пришла вам сказать, что... Простите, мне очень трудно сейчас. Я не могу ещё сама поверить в это. Ты ошибаешься в человеке, которого любишь, который был так близок к тебе. Это очень больно. Вы понимаете? У меня нет никаких доказательств. Только подозрений. Но ведь я должна сказать об этом? Студент Государственной консерватории Анатолий Свинтицкий, по-моему, враг. Дежурный по управлению слушает. Да. Ну и всё в порядке. Успокойтесь, пожалуйста. Спасибо. Не надо. Вы очень правильно поступили, что пришли к нам, товарищ Бухгалюбов. Расскажите подробнее. Сейчас я вам всё расскажу. Я застала его в кабинете отца. Он знал, что туда никто не должен входить. И вот там, после очень странного разговора, я увидела в нём совсем другого человека. Он вдруг весь как-то преобразился. Когда он понял, что я заподозрил его, он пытался внушить мне подозрения к моему отцу, к Никите Дмитриевичу Бухгалюбову. Это страшный путь. Он грубый человек, этот клоун. Вы на него не обижайтесь. Но вы должны сознаться, что допустили непростительную ошибку. Я знаю. А вы спокойны. Я спокойны. Вот. С нотами. Я имею в виду план квартиры. Это хорошо. Хвалю. Ну вот здесь что же такое? Вульгарная бумажка. Вот смотрите, Анатолий Николаевич. Работа мастера. Портрет собачки по имени Фунтик. Но на заднем плане поголюкский сад. Учите. А вы бумажку-то ещё на вызов. Ну а потом при пробе ключей сейфа, так грубо. Вы знали, что в квартире вы не один? Да знам. Ну что вы меня учите? Спокойно. Да я спокоен. Давай идти вправлять. Садитесь. Садитесь и пишите. Кому писать что? Наверное, не заряжен. Заряжен. Молодец. Милая Надя. Пишите, пишите. Милая Надя. Я пишу тебе в очень тяжёлом состоянии. Написали в очень тяжёлом состоянии. Написал. Точно. Я понял, что совершил. Хотите курить? Нет. Спасибо. В непростительную ошибку. Ошибку. И из-за этой ошибки Беспотбратно тебя потерял. Официально? Нет, не напишал. Попишите. 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 Что это? Попишите. Как громко. Попишите. Субтитры делал DimaTorzok Спасибо, Николай, позвоню Ну как дела? Инсценировка самоубийства проведена блестяще Однако наша экспертиза установила, что в момент самоубийства в комнате находилось два человека А в момент смерти в руках Свинтийского было перо Вот его письмо Да, история запутывается Ясно одно, товарищ майор Здесь действует целая организованная банда Да, и ваша задача взять всех до последнего Понятно, пеники уже у меня в руках Посмотри, не горячись Не упусти момента Не помню, ты лично отвечаешь за порученное тебе дело Я знаю, товарищ майор Очень хорошо, что знаешь Сколько тебе времени еще потребует? Два дня, товарищ майор Даю два дня Есть Здорово Здорово Плюет? Ничего Хорошо, плюет Важно прекратить Ничего Садись Давно рыбалишь? Порядком Ты, брат, меня хлебом не корми А мне взять бы рыбу здоровенную Ну, а бываете крупные рыбки-то? Хе-хе Всякое бывает Ну, милое дело До свидания, пап До свидания, милый Ну, смотри, у меня не шилить Нет, я с собаками сыграл Ну, хорошо Рай, фа! Чужой! Фа! Фа! Рай, поди сюда Рай, поди сюда Эх ты Финку-сюшка Забыл про злость Совсем забыл про злость Дядя Вася куда-то пропал Дядя Вася! Здравствуй, мальчик! Мы ведь с вами совсем забыли про злость Мы ведь их испортили Какую злость? О какой злости ты говоришь? О собачьей Ведь дозорная собака должна быть злобной Недоверчивой А мы? А мы достигнем всего лаской Лаской? Как я рад тебя видеть, мальчик Дядя Вася, пусть мы его так долго не приходили А я не мог, не мог, дедочка Занят был О, какой я тебе подарок принес Ты хочешь? Пойдем посмотрим Пойдемте, наверное Пойдем Пойдемте, давай его запустим Давай Пойдемте, давай его запустим 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...